Начнем нашу встречу. Откроем очередную встречу, да, очередную беседу нашу встречу, такую неформальную, неофициозную, но тем не менее уже традиционную, потому что мы здесь встречаемся 14 раз, и это заслуживает аплодисментов. Аплодисменты. Без постоянного, верного, доброго друга симфонического оркестра имени Бородина, Центрального дома ученых Российской Академии Наук. Главный дирижер и художественный руководитель оркестра, профессор Московской консерватории Павел Борисович Лондон. Тоже неизменный участник и верный друг нашего университета и нашего салона. На самом деле, действительно, мы проявляем героизм, потому что салон – это вещь такая, в некотором смысле даже интимная. И то, что у нас нет, к сожалению, другого места, где мы могли бы в более такой непринужденной остановке встретиться, к сожалению, это так. Поэтому вот нам приходится брать такой большой зал, и поэтому я очень прошу, все-таки, может быть, переместиться поближе, так, чтобы мы разговаривали глаза в глаза, чтобы все-таки мы попытались сохранить эту непринужденную салонную обстановку. Ну, если уж совсем не хочется, я, конечно, оставить не буду. Итак, как вы видите, у нас на экранах уже есть портрет одного человека, с которым мы сегодня как раз и хотим поговорить, пообщаться в первой половине нашего вечера. Зовут его Йозеф Гайден. И с вашего разрешения я начну с небольшого стихотворения. Павел Иванович, присаживайтесь, пожалуйста, у нас действительно мы хотим как-то это сделать в порядке беседы такой, поэтому чувствуйте себя как дома. Итак, Юрий Левитанский. Я люблю эти дни, когда замысел весь уже ясен, и тема угадана. А потом все быстрее и быстрее подчиняюсь ключу, как в прощальной симфонии ближе к финалу. Ты помнишь, у Гайдена? Музыкант, доиграв свою партию, гасит свечу и уходит. В лесу все просторнее теперь, музыканты уходят. Партитура листвы обгорает строка за строкой. Гаснут свечи в оркестре одна за одной. Музыканты уходят. Скоро-скоро все свечи в оркестре погаснут одна за другой. Тихо гаснут березы в осеннем лесу. Догорают рябины, и по мере того, как с осенних осин облетает листва, все прозрачнее становится лес, обнажая такие глубины, что становится явной вся тайная суть естества. Все просторнее, все глуше в осеннем лесу. Музыканты уходят. Скоро скрипка последняя смолкнет в руке скрипача. И последняя флейта замрет в тишине. Музыканты уходят. Скоро-скоро последняя в нашем оркестре погаснет свеча. Я люблю эти дни. В их безоблачной, в их бирюзовой оправе. Когда все так понятно в природе, так ясно и тихо кругом. Когда можно легко и спокойно подумать о жизни, о смерти, о славе. И о многом другом. Еще можно подумать о многом другом. Я очень хотела бы, чтобы наши встречи как раз и были тем местом, где можно спокойно и не торопясь подумать о многом, что есть в нашей жизни. Сегодня мы встречаемся с Йозефом Гайденом, композитором, скромность которого безгранична. Так было при жизни, хотя слава его была уже в то время огромная. Так происходит и сейчас, когда его имя находится как бы в тени Моцарта, Ветховена. На самом деле, как говорил Чайковский, и ему можно верить, Гайден – необходимое и крепкое звено в цепи симфонического композиторства. Небудь его, не было бы ни Моцарта, ни Ветховена. Ну а академические источники говорят так. Гайденская реформа в области симфонии, а также его роль в формировании состава симфонического оркестра, имели огромное историческое значение, утвердив за Гайденом почетный титул «Отца симфонии». Вот мне бы очень хотелось спросить у Павла Борисовича, что он думает по этому поводу. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Ну, говорить о Гайдене – одно удовольствие, просто одно удовольствие. Изумительный, большой, огромный талант. Прежде всего, у него был голос, когда он был маленький, но пел. У него был роскошный голос, и его из-за этого голоса пригласили. И вот там он начал учиться, к сожалению, где-то годам 15-16 он потерял этот голос, и у него была полоса очень трудной жизни, когда он должен был учиться, и нужно было зарабатывать на жизнь, очень сложное было время для него. Но вот то, что он обладал природой, этим божественным талантом, вокальным, отразилось на всех его сочинениях. У него совершенно изумительные певучие мелодии. Вы совершенно правильно сказали, что он является отцом симфонии. Ну, писали симфонию, но именно он сформировал симфонический цикл, как он нашел в классическом виде, в классической музыке МГБ, Моцарт, Гаймбетхолин. Вот в этом виде четыре части, они контрастные, первая часть. Ну, в общем, короче, действительно. Но он был еще отцом из совершенно изумительного жанра, который мы сегодня попытаемся к этому жанру прикоснуться, он был отцом коортета. Вот если... у него очень много жанровое творчество, там и оратории, и симфонии, которых больше ста, и квартеты, которые больше 83, и концерты для фортепиано, мелочели и так далее, и так далее. Он очень много сочинил музыки. Но, как мне кажется, вот в середине его разных других сочинений квартет занимает особое место. И вообще, жанр струнного квартета – это вот этот элитный жанр, который находится как бы... Ну, если, допустим, условно посмотреть на музыку, на ее как бы этажи, ну, то, что мы слышим в повседневной жизни, так называемая жанровая музыка – марши, танцы, развлекательная музыка, потом существует театральная музыка, оперная, оперетер, музыкал, потом симфоническая музыка, разного рода музыки. Мне кажется, вот квартет играет вообще в себя все. Вот я в образовании оперно-симфонический дирижер, то есть довольно прилично знаю симфоническую музыку и оперную музыку, но все-таки, когда я слышу квартирные сочинения, я все оставляю, потому что там композитор высказывается с небольшой полнотой. Казалось бы, четыре инструмента – скрипка, еще одна скрипка, альт и веланчель, четыре всего инструмента, но их возможности безграничны. И как раз вот в этом виде, в этом жанре, в этом роде музыки, который как бы выбирает себе вообще все, что есть на свете, является как вершиной. Дальше уже Господь Бог. Это наш ангел. Вот. Это вот отец этого вида музыки – Гайи. Они дружили с Моцартом, и Гайи даже сказал отцу Моцарта, что это самый великий композитор из всех времен. Но, к сожалению, Моцарт раньше умер Гайдена. Сначала Гайден оказал на него влияние, потом Моцарт оказал на него влияние. Они собирались, играли. Моцарт и награли его первую скрипку, иногда Кайден.